Всем известно действия алкоголя на организм человека. И одной из них – человек лишается чувства страха. Большинство людей понимают, что такому бесстрашному водителю на дороге не место. Большинство, но не все. Это доказал случай, произошедший 2 июня. Внеся службу на перекрестке Чернышева-Первомайска был замечен автомобиль ВАЗ-2106, который проигнорировал красный сигнал светофора. Продолжил движение по улице Чернышева. Также не предоставил преимущество автомобилю, двигающегося по улице Западная. На требования остановиться также проигнорировал. Со включенной звуковой и световой сигнализацией было преследование данного автомобиля. Двигавшись по улице Лесхозная, в район Паршина, данный автомобиль также проигнорировал сигналы на автомобиле, звуковые и световые. Было принято решение в соответствии с законом полиции применить в отношении данного автомобиля табельное огнестрельное оружие в лесном массиве. Наверное, никому не стоит объяснять, что подобные маневры данного автомобиля создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан. После применения огнестрельного оружия данный автомобиль был остановлен. В отношении водителя была применена физическая сила, так как водитель отказывался выходить из патрульного автомобиля. Также были применены специальные средства на основании закона полиции. Данный водитель был приглашен в патрульный автомобиль, после чего был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. В итоге, как и предположили инспекторы, водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос, единичный ли это случай на вашей практике, сержант Колганов ответил утвердительно. Хотелось бы на этом закончить, но, к сожалению, случай оказался не столь уникальным в Артемовском городском округе. Буквально два дня спустя история повторилась. Изменились лишь действующие лица. 4-го числа мы совместно со старшим сержантом Кнаковым находились на службе, несли службу в районе перекрестка улицы Карамарса, Советская. Где-то примерно около 22-х часов навстречу нам. Ну, мы находились на обочине, на патрульном автомобиле. Поехал автомобиль, подъезжал автомобиль по улице Карамарса, ГАЗ-3110. На автомобиле не был включен ближний свет фар. Было принято решение проверить транспортное средство. Инспектор ДПС Шмаков вышел, попытался остановить транспортное средство при помощи жезла. Водитель игнорировал требования. Увеличив скорость, поехал в направление улицы 1-я набережная. Было принято решение о преследовании данного транспортного средства. Включив звуковую и световую сигнализацию, проследовали за этим транспортным средством. Догнав его, при помощи громкоговорящего устройства, потребовали от водителя, чтобы он остановил транспортное средство на обочине. Но он игнорировал, продолжая увеличивать скорость движения. Во время всего преследования транспортного средства неоднократно требовали о прекращении движения. Водитель продолжал движение, никак не реагируя на наши требования. Когда транспортное средство выехало за пределы населенного пункта города Артемовского, сообщили дежурной части о том, что водитель ведет себя неадекватно, нарушает правила дорожного движения, постоянно выезжает на полосу встречного движения, создавая реальную опасность для жизни и здоровья других граждан и транспортных средств. Информировав водителя о том, что будет в отношении его транспортного средства применено огнестрельное оружие, дали достаточно времени ему для выполнения наших требований. Ну и, заметив, что он отказывается выполнять это требование, применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. В результате у автомобиля было повреждено переднее левое колесо, но водитель автомобиля не сдавался. Приложив все усилия, он продолжил свою фигурную езду, стараясь не избавлять скорость. Плюс ко всему, виляя кормой своего корабля под названием «Волга», водитель специально создавал помехи преследующему его патрульному автомобилю. Подъезжая к переезду 111-й километр в направлении села Миронова, автомобиль резко изменил направление движения и повернул в сторону города Артемовского. Выехав на полосу встречного движения, он не давал возможности дальнейшего применения огнестрельного оружия со стороны моего напарника. Поэтому я принял решение произвести предупредительный выстрел, дать время водителю опять так же. И так как транспортное средство двигалось в направлении города Артемовского, где могло произойти что угодно, произвел 8 выстрелов по заднему и переднему колесу правому транспортного средства. В результате автомобиль получил повреждение заднего колеса. Но даже несмотря на такой поворот событий, водитель все равно не сдавался. Автомобиль теперь уже двигался не быстрее пешехода, но водитель противостоял сотрудникам полиции до последнего. Хотя исход уже был очевиден. Обогнав это транспортное средство, мы вышли из автомобиля, подбежали к нему и на ходу попытались выдернуть ключи из замка зажигания. Водитель препятствовал всевозможное, отталкивая нас от автомобиля. Ну что, вывернули руль его, заставили автомобиль свернуть в каналу. Там он и остановился. Водитель 85-го года рождения не имел документов на управление транспортным средством. К тому же, как и ожидалось, освидетельствование показало наличие в его крови алкоголя. Что хочу сказать водителям. Не стоит этого делать. Жизнь, она дороже, как говорится. Такое неадекватное поведение. Он мог спровоцировать только еще хуже, сделать аварию. А все, что, если бы он остановился вовремя, выполнил законные требования сотрудников, ну что ему грозило? Только лишение права управления. А ввиду его неадекватных действий, если бы мы не применили, согласно 23-й статье, огнестрельное оружие, могло произойти и ДТП, и сбить человека, что угодно могло произойти. Тем более, двигался он по населенному пункту с очень большой скоростью. Как правило, люди после этого, когда проходит определенное время, раскаиваются. Но бывает это и поздно. Уважаемые участники дорожного движения, будьте благоразумны и ответственны, в первую очередь, перед самим собой, чтобы в вашей жизни никогда не прозвучало отчаянное поздно.